Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать 39-ю предпоследнюю главу этой книги. Первый раздел с 1-го стиха по 31-й здесь говорится об изготовлении одежды для священников. А с 32-го стиха по 43-й рассказывается о том, как работа над Скиней была завершена. Мы уже читали описание вот этой одежды для священнослужителей, поэтому мы сейчас посмотрим, какое символическое значение имела эта одежда в понимании еврейского народа. Священники, служившие в храме, носили четыре одеяния, которые назывались «Бигдэй, Коэн, Эдиот» – одеяние рядового священника Коэна. Это нательная рубаха, кетонет, это панталоны, мигнасаем, это кушак, овнет и головной убор, мигбаат. Все это описано в Священном Писании. Первосвященники также носили эти одеяния, но кроме них были еще четыре золотых одеяния. Это верхнее облачение, маил, фартук, эфот и надлобная пластина, циц и нагрудник хошен. И мы помним, как это тоже все расписано в Писании. И теперь давайте посмотрим, какое символическое значение в понимании древних евреев носили эти одежды. Прежде всего, кетонет, то есть нательная рубаха. Считалось, что она искупала невольное убийство, если оно было совершено по неосторожности. И эта рубаха, она была белого цвета, она искупала грех, если, например, нашли мертвое тело, и непонятно, кто убил этого человека. И ни с кого нельзя спросить за то, что это произошло. Считалось, что эта рубаха, она как бы дает освобождение от ответственности. Также далее у нас идет одежда нижняя, это михносаем, панталоны. И мы помним, как в книге «Исход» сказано, когда священник будет подниматься к жертвеннику, чтобы не открылась его нагота, имеется в виду снизу. Поэтому они одевали такие брюки, панталоны, чтобы никакая нагота не открылась, особенно если они восходят по ступеням. Считалось, что эта одежда, она как бы искупала безнравственные поступки и являлась символом стыдливости, которую верующие люди должны проявлять всякий раз, когда сталкиваются с чем-то нецеломудренным. Кушак, по-еврейски «авнет» носили на груди, в области сердца, и считалось, что он символизирует то, что важно отказаться от нехороших мыслей, которые в понимании древних находились не в голове, а в сердце, то есть от чувственных переживаний. Кстати, так говорит и Христос. Он говорит, из сердца исходит блуд, кража, убийство и так далее. Поэтому Кушак указывал на важность того, чтобы избегать всего такого. Нагрудник Хошен указывал на важность выносить правильные судебные решения. Ведь священники были в то же время шефтим, то есть судьями, и они должны были правильно, руководствуясь законом Божиим, выносить судебные решения. И эта часть одежды, она им на это все время указывала. Эфот – это фартук, это как бы защита от идолопоклонства. Он указывал собой на то, что нельзя совмещать служение Богу и то, что называется по-еврейски «авадазара», то есть чуждое служение, этого надо всячески избегать. И верхнее облачение, по-еврейски «маил», считалось, что это призыв для священника избегать любого злоречия. Как апостол Павел пишет, да никакое гнилое слово не сходит с уст ваших. Можно говорить слова, которые являются назиданием для веры, а все вот эти гнилые слова, ругательные слова, осуждающие слова, все это надо избегать. И циц, вот эта пластинка с надписанием «Святыня Господня», то, что пересвященник надевал на лоб, это был призыв избегать любого бесстыдства в своей жизни, то есть как бы не пропускать в свою голову ничего бесстыдного, ничего не целомудренного, чтобы наше сознание было защищено, чтобы оно было в безопасности, потому что у многих бывает так, они начинают молиться, какие-то мысли лезут в голову, и вот эта опасность в понимании древних, она преодолевалась именно так, и в книге пророка Иеремии 3.3 говорится о том, что надо испытывать стыд перед подобными настроениями, перед подобными мыслями, которые могут возникнуть в сознании человека. Надо сказать, что в те времена люди были богобоязнены, когда все это созидалось, создавалось, скидь завета, ковчег завета, вот эти священные одежды шились, потому что люди видели великие чудеса Божии, но со временем люди как бы утратили, они утратили вот эту богобоязненность, и они стали относиться ко всем этим вещам как к чему-то повседневному. Известен такой случай, он описан в древнееврейской литературе, когда один нееврей однажды зашел в Дом учения, и там как раз Равин преподавал о священных одеждах, которые одевают священники. Вот это означает это, это означает это. Причем он рассказывал об одеждах пересвященника. Пересвященник должен одевать то, что одевает простой священник, но плюс еще вот эти все дополнения. И этот нееврей, он как бы понимал все, что там говорили, и он подходит после занятий и говорит, вы так хорошо рассказывали об этих одеждах, какие добродетели они символизируют, я хочу стать вашим пересвященником. А тот и растерялся и говорит, ну ты пойди, у нас тут есть два мудреца, Шамай, Гелель, поговори с ними, может быть они возьмутся тебя учить. Он пошел к Шамаю, это был такой очень строгий еврейский законный учитель, и сказал, а он не еврей был этот человек, он говорит, я хочу стать вашим пересвященником. Тот взял палку и стал его колотить, он убежал. Он приходит к Гелелю, Гелель был более спокойный, и говорит, я хочу стать пересвященником над вами, потому что я вот слышал, как объясняются одежды, какое нравственное значение они имеют. Гелель говорит, ладно, хорошо, давай прямо сейчас начнем, будешь заниматься. И он в течение нескольких дней ходил, занимался. И в какой-то момент он читал закон, а там написано, что не может пришелец стать пересвященником. И он Гелелю говорит, почему же ты мне сразу не сказал, что я не могу стать пересвященником? А тот посмотрел на него и говорит, не еврей, который изучает закон, он равен пересвященнику. Потому что если пересвященник – это человек из еврейского народа, там они как бы автоматически в определенном моменте жизни начинали изучать закон Божий, там с 5-6 лет, как заведено. А если человек, который вообще отчужден закона Божия, сам нашел дорогу в Дом учения, сам решил все это изучать, то его рвение, оно показывает, что он необычный человек. Действительно, вот для нас, христиан, все это очень важно. Почему? Потому что по благодати мы все и цари, и священники. И пересвященники по благодати. Мы все царственные священства. Поэтому, если каждая вещь символизирует какой-то добродетель или неприятие какой-то страсти, мы должны соответствовать тому положению, которое хотя бы по благодати, но мы занимаем перед Богом. Как я уже сказал, большая часть этой главы описывает одежды. Мы уже читали описание этих одежд в других главах книги «Исход». Сейчас мы будем читать, как говорится, о завершении работ над Скиней. Мы с вами говорили о том, что «Исход» предполагает «Исход» откуда-то куда-то. И мы обсудили с вами такое понятие, как территория Бога. Они не просто вышли в пустыню, в пустыню-то в никуда. В пустыне они создали походный храм, а храм – это и есть территория Бога. А Господь хочет, чтобы территория Бога уже в христианском формате стала сердце каждого из нас. И мы читаем с 32 стиха и ниже. «Так кончена была вся работа над Скиней собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею Скинею покров и все принадлежности ее, крючи ее, брусья ее, шесты ее, столпы ее и подножия ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровений шесты его и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебопредложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освещения, золотой жертвенник, и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в Скинию, жертвенник медный, и медную решетку, к нему шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы дворасты, толпы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и корья, и все вещи, принадлежащие к служению в Скинии собрания. Одежды служебные для служения в освятилище, священные одежды Арону, священнику, и одежды сыновьям его для священнодействия, как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. То есть все было приготовлено, все одежды пошиты, все завесы положены на свое место, все предметы расставлены, как это необходимо, и теперь надо начать совершать служение, чтобы это место, походное Скиния, оно бы осветилось. Как это будет происходить, мы будем говорить в следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо вас, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok